Ненавижу переезжать. Если я еще никогда это не говорил за всю свою жизнь, то сейчас я впервые это говорю. Ненавижу переезжать. У меня так мало шмоток на этой квартире, и даже учитывая это, я уже заколебался. Я вообще не представляю, как я раньше переезжал из города в город, из Португалии в Питер, из Питера в Москву, из Москвы... Сейчас этой овсянкой подавлюсь. А тут я переезжаю, знаешь, куда я переезжаю? Я арендовал новую квартиру, которая находится в 300 метрах от этой квартиры. Ну, просто как бы тут у меня стройка за окном. Сейчас, кстати, я ее покажу, потому что здесь нафиг настроли уже прям, господи, я не знаю, куда они, может, они тоннель в Новосибирь скопают. Кстати, ну, я не против. Но тут уже такая глубина, что это с ума просто можно сойти. Новую квартиру я арендовал уже примерно полтора месяца назад. Просто за это время у меня пока не было возможности переехать, учитывая то, что мы с Катей еще встречались в Дубае. Я до этого еще три недели наперед записывал ролики. И как бы вот так получилось то, что именно вот сегодня я переезжаю. Сегодня у меня нет стрима, поэтому я решил воспользоваться этой возможностью и перевезти все свои шмотки. Осталось кресло, которое я пополам разобрал. Там есть еще вот эта половина стола, другую половину я уже перенес. Компьютер, который весит, наверное, в два раза больше, чем я. Я не знаю, как я его перевозить буду. А еще самая большая проблема, она вот находится вот здесь. Я как бы прекрасно понимаю то, что новая квартира находится в 400 метрах, но я пытался на своей машине что-то перевезти. Но учитывая то, что в моей машине всего лишь два пассажирских места и даже нет багажника, ну потому что вот в таких машинах как бы нет багажника, я походу все это вручную буду переносить. 400 метров тащить 25-килограммовый компьютер. Я всю жизнь об этом мечтал. Зато везде есть свои плюсы. Я примерно полгода назад обещал показать, какой цвет я переклеил свою машину. Она раньше была просто серая. А сейчас она оранжевая матовая. Ну вот, если бы не переезд, то я даже бы ее тебе не показал. Поэтому как бы за твое здоровье. Может кофейка бахнуть? Чтоб больше энергии было. Так и сделаем. Прошло еще несколько дней. Почти 2 часа ночи. И я прощаюсь с этой собакой. Ну, в смысле с краном Стефаном. Если кто-то думал, что он мой хороший друг, то он очень сильно ошибался. Я его, можно сказать, даже немного ненавижу. Потому что, ну как бы, основная причина, почему я переезжаю, это как бы вот, 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 вот это он. Стройка эта сраная. Вот я ее больше терпеть не могу. Ну, и как бы, получается, все. Квартира пустая. Вот только мусор остался. И два пакета, которые я сейчас буду перетаскивать. Ну, еще осталась небольшая проблема. О которой мы с тобой, давай вот, прям мы с тобой договоримся. Мы никому не расскажем. А самое главное, владелец этой квартиры мы не расскажем. Здесь я записывал ролики. Здесь был мой задний фон. А здесь, кто ходит на стримы, тот знает, что тут светящаяся фигня какая-то была. Ну, я ее как бы оторвал. А вместе с ней оторвал кусок стены. Поэтому, чтобы потом мне не влетело по башке, я купил корректор. Забеливатель, или как он там называется. Будем делать ремонт. А потом вот это топаю обратно домой. Я, правда, не знаю, насколько это, как бы, хорошая идея. Хотя, прям, прям хорошая. Все. И дырки, можно сказать, как будто не было. Вот так еще. Немножечко подзамажем. И, в принципе, если отойти дальше, если не приглядываться, даже не видно. И вот здесь еще кусочек стенки тоже отвалился. Вот так. И все. Просто как новенькая. Как будто даже ничего оттуда не отрывалось. Все. Моя бывшая спальня. Как все же непривычно ее видеть. Именно вот такой. Здесь тоже есть небольшая проблемка, которую мы с тобой не расскажем. Здесь у меня беговая дорожка стояла. А перед записью этого ролика я здесь все натер мылом. Не спрашивай, зачем. Ну, за тем, чтобы просто вот эту вот фигню меньше было видно. И здесь еще одна такая же. Но я ее закрыл этим стулом. Да. Надеюсь, за это мне тоже не влетит. А еще, ну да, есть еще одна небольшая проблемка. Я однажды решил поиграть в футбол. Бутылкой. Не знаю почему. И в туалете. Я был в туалете. Решил ногой пнуть бутылку, которую уже подкинул. И немного сказать вот так вот, да. Проломил стеночку вот над унитазом, да. Поэтому я купил двухсторонний скотч. И сейчас мы на него будем что-то вешать, чтобы закрыть вот эту вот дырочку. Я пока не придумал что, но сейчас придумаем. Туалетную бумагу, она же белая. Нет, Палюта. Раньше эта фигня висела на кухне. Это типа защитный от огня, какой-то ковер или полотенце какое-то защитное. Как бы неважно. Раньше ты висела на кухне, а сейчас будешь висеть насральником. Тут же как бы тоже огонь может вот это возникнуть. Вот аж пальцы приклеились. Вот как-то вот так мы тебя запердохаем. Надеюсь, ты не свалишься. Вот так вот. И самое главное, денек провиси, чтобы я сдал квартиру. А потом можешь падать. Вот прям насральник. А лучше вообще не падай. Все. А вот сейчас реально уже пора прощаться. Почти год я прожил в этой квартире. Как-никак. Даже учитывая, что здесь Кран-Стефан и вся эта стройка. В каждой квартире есть своя история. И в этой квартире она тоже есть. Выбрасываю мусор, собираю шмотки, топаю домой и дрыхнуть. А еще мне немножко грустноватенько. Потому что я завтра уезжаю и оставляю ее на ближайшие несколько месяцев одну. Однюсенькую. Она здесь себе на парковке даже друзей новых завела. Вот там еще одна точно такая же паршеха, только черная. А она оранженькая, она девочка. Она должна красиво выглядеть, чтобы нравиться мальчикам. Вот. Ой, бусинка такая, я не могу. Я буду скучать. Сейчас, надо сначала мотор включить. И опять немного пропередеться. Это уже даже много. Я обещаю, я буду к ней приезжать как можно чаще. Я ее увожу вот с этой вот парковки, увожу на парковку, где ей будет намного лучше. Где за ней будут ухаживать, каждый месяц ее мыть, заряжать аккумулятор, чтобы он не сел. И накроют ее пленкой, чтобы на ней пыль не оседала. Поэтому, как бы, она будет жить в самых лучших условиях на этой планете. Тя, бусинка ты. А вот и вход в мою новую квартиру. Главное громко не разговаривать, а то, как бы, у меня 6 утра и соседей смогу разбудить. И все, что о ней нужно знать, это то, что добро пожаловать в пещеру Бэтмена. Заходим сюда внутрь. И тут огромнейший коридор. И что самое печальное, что я даже полностью свою хату показать новую не смогу, потому что... Потому что мне скоро надо уже куда-то там уезжать. Вот такой вот зал. Вот такой вот балкон. В принципе, обычный вид на португальскую улицу. Тут фиолетовое дерево растет. Катя сказала, ой, там, вот, там еще более фиолетовое. Катя сказала, если бы она была здесь, она бы кричала просто от счастья. Тут моя спальня. Ну, пока что она выглядит примерно как-то вот так вот. Дальше обратно в коридор. Там сракаспенция, сракостанция. Слева еще одна сракостанция. А тут логово всех святых. Тут я записываю ролики. И да, это простыняк, которая висит на стене. Потому что, как оказалось в этой комнате, офигеть, какое эхо. И вот с помощью вот простыни и всяких тканей я пытаюсь это эхо немножко подприглушить. Но что-то у меня нифига не получается. Моя огромнейшая стена из фанкопопов. И моя огромнейшая стена из лего. Тут офигеть, сколько много лего нового появилось. И здесь офигеть, сколько новых фанкопопов появилось. То есть вот бульбазавр, мьюту. Короче, в основном здесь только покемоны. Тут мандалорец и джокер. За дверью у меня небольшой склад. Лего. Самое главное. А Симпл Дипл я так и не нашел. Где он? Творческий беспорядок. Все на своих местах как должно быть. Ну и самое главное. Кнопочка мне пришла, наверное, месяца два назад. Но что-то у меня как-то рук не доходили, чтобы показать ее во влоге. Да, в принципе, влогов как бы и так немного выходило. Потому что офигеть, сколько много дел было. Но как бы кнопочка есть. Благодарственное письмо есть. И можно его даже прочитать. Я, конечно же, ее покажу. Если кто-то вдруг еще не знает, как она выглядит. Хоть я ее уже показывал. Я ее распаковывал давно у себя на стриме. Вот кто ходит на стрим, тот огромный молодец. Всегда ничего как бы не пропускает. Больше населения Нью-Йорка. И ты как бы понимаешь, что это в основном твоя заслуга. Будь ты пипукой и не будь ты подписанным или подписанной на канал. Господи, какая она тяжелая. Вот этой бы кнопки как бы в принципе не было. Поэтому на то, на что я сейчас облокотился. Это твоя и моя и наша вот с тобой. Моя и твоя общая заслуга. И за это я тебе всем сердцем говорю огромное спасибо. Хоть у меня сердце такое ощущение сейчас остановится. Потому что я не сплю уже, наверное, последние часов 70. Ну я пока жив. Вроде как. Ой, красавица ты моя. Иди сюда. Открывайся. Я кнопочку даже еще толком не распаковывал. Как она была в первоначальном виде. Господи, она такой и осталась. Она весит килограмм 10. Вот реально. Стягиваем этот пакетик. И ты посмотри, какая красота. Реально бриллианты. Просто бриллианты. Специальная тряпочка внутри, которую можно ее вот так вот натирать, протирать до блестящего состояния каждый день. Она просто как зеркало. Она просто все отражает. Собака, что она здесь поцарапанная, а? Кто ее здесь поцарапал-то уже? Я даже к ней не прикасался-то толком. Тут даже надпись есть или это гравировка, что, мол, Едисон, там, поздравляю с преодолением отметки в 10 миллионов подписчиков. Обратно я ее в пакетик засовывать уже не буду. И помещу ее просто вот так вот. Все. Протереть напоследок. И, в принципе, можно закрывать. Вот пускай стоит здесь. Придет твое время, крошка. Я заберу тебя в Новосибирск. А сейчас я тебе хочу кое-что показать. Потому что, мне кажется, вот это еще никто не видел, это еще никто не знает. Просто фрагментик видео, которое я записывал где-то там 2-3 недели назад. Посмотри внимательно. Я просто на эмоциях. Сейчас, подожди. Честно скажу, у меня были совершенно другие планы. У меня сейчас... Сколько у меня сейчас вообще? У меня сейчас 3 часа ночи, 3 и 3,20. Через 10 где-то часов мне надо собираться и выезжать в аэропорт. Мы с Хатей ото всех скрывали то, что мы купили поездку-тур в Дубай. Потому что мы хотели встретиться. Ну, мы ото всех скрывали. Я долго узнавал, могу ли я поехать в Дубай. Могу ли я еще что-то сделать. Сейчас, когда я записываю этот ролик, 15 мая. 3 часа ночи. За днем у меня вылет в Дубай. И уже в воскресенье мы с Катей встретимся. Часов 6-7 назад вышла новость, что 25 мая Россия открывает границы с Португалией. Если это так, то через дней 13-14 мы с Катей уже будем вместе в Новосибирске. Только послезавтра мы с ней как бы в Дубай увидимся, если все хорошо пройдет. Не если, а хорошо все пройдет. Ладно, я пойду записывать ролики дальше. А, посраться! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok